Латинская мова Это подрыхтовало глебу для заявления уласной светской литературы на латинской мове И центральное место у ее занял твор, Який надолгий час став символизовать белорусско-литовское господарство за межами нашей державы Латынь – это официальная мова и мова литературы в своей заходной Европе, в всего католицкаго света Была перонята Адрымской империей И этой мовой послуги вообще каждый адыкованный человек Лечилось, что национальные мовы – это вульгарные мовы, они не надаются для литературы Только у часы реформации, часы ренессансу Национальные мовы начинают взмагаться златынню за ролью мовы литературы и мовы державной И вось белорусы якраз у той боротьбе были одными из первых, дякуючи гениальному франтишку Скарыны Али в часы Гусовска гэта змагання только начиналася И надалей, в 16-м стагодзе, латинская мова была мовой культуры, мовой адукации Невыпадкова, что Миколай Гусовский на этой мове писал Будучи поэт, гуманист и осветник эпохи адраджения Микола Гусовски Нарадзився у вёсцы Уса-Ти Усава, что на белорусско-литовским помежже Адукацию отрымав спачатку у Вильни и у Кракове, потом у Болонии Лёс Миколы Гусовского цалком изменила знаёмство с Эразмом Вителиусом Сакратаром Великокняжецкой канцелярии Микола став ягоным помощником, а йон опекуном, будучи габаэт В 1518 году бискуб Эразм Вителиус Узначалювая Великолитовско-Польскую дипломатичную миссию у Италии Разом з ему Рима отправляется и Микола Гусовский Одночы, падчас назеранья за боем быков, Великокнязский посол Аповедая папе Римскому Льву Десятому про тое, что у нашей державе Водится звер, падобны на быка, але больше и мацнейшы за яго Папа затекаюся аповедам и захотев побачить чучела зубра А так сама пачуть падрабязнасті прагэтага малавяддомага ў Европе звера А хто ж мог лепе і распавісті пра яго, як не сын полявнічага? І в те часы Беларусь, Великокнязство Литовска для заходні европейців Былі екзотичними країнами По-перше, агромністі простори Климат більш суровий Лясныя мащіва громадныя, каторых не було в заходній Европі Эти звери буйныя, як зубар, тітур Яких так само в заходній Европі уже не було Лясы повсякали, буйных зверів позабивали давно І вось гэта екзотика притягувала увагу Причім штота карина, каторая ущудамлялась як по культуре близкая Выконываючи замову Эразмо Вітеліуса для папы Льва Десятого Микола Гусовський створая у 1522 годя Свой налепший твор Песню про постать, дікость зубра і палявання на яго Твор був написаный на латінскай моді Аднак Микола Гусовський не был бы саправдным поэтом Каліб обмежавався толькі описанням зубра І падребязнастями палявання на яго Гусовський створив широкий іллегаричный твор прародный край Ягону славну гісторую і непростую сучаснасть Зубар у поэме символізує усе великая князства литовская Зягаючи у минулая, поэт с захопленням згадывая князя Вітовта Называючи яго найлепшим господаром великаго князства Княжині Вітовта лічыць усе літапісцы розквітам князства литовскага нашага краю І называюць той век золотым Разберомся Мні так здаецца, што гэтай шановную назвай Век той названы па простай прычыне Дзержавца Перед багаццем і счастьем зямным пастаянна Стаю багацця духовная злата дзержавы Сучаснасть поэт малюя ўже іншыми фарбами І он закликая усе европейске дзержавы до мирных стасунков І называюя воїны Галовной прычынай пакутав сваёй радімы і народа Усе часткі песні празубра Об'яднанная темай лёсу великаго князства літовскага Адданості родной землі Аднак калі паэма яшчы не была завершана Зыходзіць жыцця іэраз Метеліус і папа Леу Дзяць Заставшыся без падтрымкі Викола Гусовскі вертаецца на радіму І он звертаецца до великай княгині літовскай і коралевы польскай Бонны Сфорцы З яе дапамогай Твор нарешті пабачыв свят У 1522 годзі ў Рім прышла чумная пошусть Дзяцкі тысіч рімлянав памерлі Целы просто выкидалі ў тыбар, бо не було махчымасці їх ўсіх хаваць І вот ў тых умовах, калі памерлі так сама ад чумы меценат Мекола Гусовска Эразм Вітеліус Паэт, тым не менш, знайшоў ў себе сілы Завершыць працю над паэмай І здзейсніў яшчэ адзін подзвіг І он здолів з гэтага Смяротна небяспечнага, вечнага горада Па европейскіх дарогах Вернуцца ў Кракал І привеццць сабой паэму І выдаць яе, як мы ведаем З дапамогай вялікай княгині Каралевы Бонны Сфорца В 1523 годзе паэмы Меколы Гусовска га пэсня пра Зубра Была надрукавана ў Кракове накладам ў 100 асобнікаў Прысвечэны творбэў Бонне Сфорца Во вступным слове паэт звертаецы да паны Бонны С заклікам шанаваць і падтрымліваць мастацтва І он згадувае пра тое, што Грэція і Рым Найбольш былі моцнамі тады, коли квітнелі навуки Ані і шлі без концы войны Мекола Гусовскі был заснавальнікам лацінамоўнай ренісансаваў паэзі У Беларусі і во всім велікім князстве Литовскі Яго пэру дарэчы належыць не толькі пэсні пра Зубра І он автар ёсчэ дзюх паэмав Новая і славная пэрамога над турками І жыццё і падвігі святого Геацинта Гэта тое, што захавалася з яго спадчаны І дзісяткі, а можа быць сотні яго вершав Не былі апублікованы і просто не дайшлі до наших дзюн Вогуля творчыць Меколая Гусовскага можа быць святчыням таго І з'являецца святчыням таго, што мы былі ёсь европейскім народам Тому што творчыць на латыні, вершы на латыні Атазначая прыналежныць да заходній европейскай цивілізацій Паэма Меколы Гусовска пэсня пра Зубра Паўплывала на развіццё ўсходній европейскай літературы І засталася адной з самых ярких яя сторонок Грамацкая пазіція паэта, ягоная щырыя і прынікнёная словы Да нашага часу застаюцца прыкладам любові да радімы